Друзья, приветствую всех на канале Птичий Дом. Сегодня будет обзор на хлопушки и отсадники. Сейчас вы видите перед собой 4 хлопушки, прикрепленные к 4 отсадникам. Для начала я покажу, как хлопушки работают, как они срабатывают, от какого веса. Ну вот контейнер, кто постоянно смотрит мои видео, знает, что он весит 4 грамма. Проверяем срабатывание механизма. Как вы видите, все прекрасно работает. Все, соответственно, точно так же одним пальцем взводится. Все клево, все хорошо. Ну, теперь, наверное, стоит рассказать уже об этом, об отсадниках. Значит, заказал клиент хлопушки и под каждую хлопушку вот по такому отсаднику. Отсадник квадратный, 14 на 14 сантиметров. Ну, получается там не 14, а 15,6 на 15,6 с учетом боковых стоек. Соответственно, на него можно прицепить с каждой стороны по хлопушечке. Вот так вот цепляются хлопушки. И получается, что у вас 4-х хлопковый западок. Все это сделано одного размера, специально под это дело. Вот так вот, собственно говоря, получается. Ну, и если вам надо, ловите так, как вот у себя на экранах видите. Если надо, там, убирайте 2 или убирайте 3, оставляете 1 или оставляете 3, если это дело все висит на дереве. На мой взгляд, это, если сравнивать с западками, то вот этот вариант довольно удобный. Да, он не такой, что тут вот есть углы, проемы, которые птица может лезть, может не лезть. Нету, скажем так, глухой стены. Но, в принципе, мне кажется, что вот такой вариант, он наиболее удобный, как в плане эксплуатации. То есть, вам не надо морочиться каждый раз с целиком большим западком, надо вам там поймать одну птицу конкретную. Взяли отсадник, взяли 4 хлопушки, прикрепили, поставили. Если это на земле какая-то насекомоядная птица, поймали, собрались, ушли. Надо вам ловить там, допустим, тех же самых, не знаю, там, чижей на пролете или где-то по месту, там, московок, еще кого-то. Взяли каждому отсаднику, прикрепили по хлопушке и пошли ловить уже спокойно. Ну, и тут, как бы, вариативности много. Все это дело занимает минимум места. Что самое главное, в рюкзак за спину кинули и поперли, куда вам удобно, куда вам нужно. Что еще хотел? А, хотел рассказать, из чего все это дело сделано. Сделано по старой доброй традиции из дуба. Пруток нержавейка, расстояние между прутками 15 миллиметров. То есть, по большому счету, это для зерноядной птицы. То есть, московку, крупную московку удержит, мелкая московка, скорее всего, вылезет. Ну, опять же, если вы подойдете сразу, как только она попадется, вы без проблем ее заберете, достанете и так далее. Точно так же одинаково выполнены и хлопушки, и точно так же выполнены отсадники. Как я уже говорил, всего в комплекте 4 штуки. 4 хлопушки, 4 отсадника. Ну, и человек заказывает у меня не первый раз. Уже уехало к нему 4 хлопушки и 1, по-моему, отсадник. Ну, в общем, клиент посмотрел работу и остался доволен, заказал еще. Вот. Ну, по срабатыванию я показал. Я думаю, что тут уже, я вот уже разжевываю, как только могу, этот механизм и все его нюансы, и все тонкости. Ну, мне просто уже больше сказать нечего про него, потому что, ну, он предельно простой, и я на днях выкладывал видео с его настройкой. Можете, я ссылочку вставлю, можете посмотреть, глянуть, если вдруг там что-то не срабатывает или еще что-то, то там я все объясняю. Опять же, тут все зависит уже не от меня, я всегда показываю, как все работает, а тут уже зависит от доставки, что там с ними почта делает, как она ящики эти пинает, кидает и так далее, что по приезду что-то может работать некорректно. Я уже тут как бы бессилен. Сделать это абсолютно жестко, абсолютно фиксированно я не могу, потому что птички разные, вес у птичек разный. И там, где будет работать 10 грамм, не будет работать 7 грамм. Поэтому тут все это дело требует достаточно тонкой настройки. Еще что хотелось бы добавить относительно вот такой комплектации, вот такого исполнения. В общем и целом, вот, ну, грубо говоря, отсадник и две хлопушки получается дешевле, чем целый западок. Почему получается дешевле? Потому что, сейчас объясню. Да, тут уходит чуть больше проволоки, чем на, чуть больше прутка, чем на простой западок. Но здесь есть некоторые нюансы, некоторые моменты. Допустим, вот эти вот коротыши, они 8-сантиметровые, ну, пусть там 8,5, это дело не меняет. У меня частенько остаются огрызки от прутков, которые я, в принципе, собираю и потом использую вот для таких целей. То есть, соответственно, как бы я могу уже вот на это сделать, там, какую-то скидку, как-то закрыть глаза. Плюс вот эти вот коротенькие дубовые речки. Если бы я их тоже не собирал, то все это дело бы шло в отходы. И, по сути, получается, что там треть хлопушки я могу делать за бесплатно. Ну, условно говоря, то есть брать деньги только за работу, не брать ее вот за эти вот коротенькие деревяшки. И поэтому, как бы, и выходит, что западок и две хлопушки получаются, ну, не сильно, но чуть-чуть дешевле, чем, ой, западок, говорю, от садника и две хлопушки получаются чуть-чуть дешевле, чем большой западок. Чем таких же размеров, скажем так, западок. Поэтому тоже настоятельно рекомендую обратить на это внимание, потому что это, на мой взгляд, это наиболее выгодно и наиболее оптимально. Вы можете использовать отсадники как отсадники, хлопушки как хлопушки и отсадники вместе с хлопушками как западок. Соответственно, я все это делаю одинакового размера. Если, сейчас я выровняю вот здесь, то есть, если посмотреть сверху на всю вот эту конструкцию, то все размеры одинаковые и ничего нигде не торчит. И получается, на мой взгляд, довольно симпатично и, может быть, даже очень удобно. Вот. Ну, наверное, на этом я буду заканчивать обзор. На самом деле, я уже вот от такого плана западков, хлопушек, отсадников сделал такое количество, что мне даже страшно вспоминать и страшно об этом думать. Вы все это могли видеть у меня на канале. Все это делается постоянно и много этого делается. Поэтому, буду заканчивать. Спасибо всем большое за просмотр. Не забывайте оставлять комментарии, ставить лайки. Заходите и подписывайтесь на группу ВКонтакте. Еще раз спасибо всем большое за просмотр. Всем удачи и хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok